Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я говорил последний раз, что вера в Бога Это не только тогда, когда мы теоретически можем объяснить первое, второе, третье, четвертое, пятное Эмуна – это не математика Вера – это не математика Вера – это не география Эмуна – это жизнь Вера – это жизнь И написано, что без жизни вера ничего не скажет Если нет в нашей жизни плодов, то мы можем на себя наклеить новую наклейку Ты можешь себе наклеить налог наклейку, чтобы ты президент Соединенных Штатов Если ты хочешь, сейчас легко ты можешь только распечатать на принтере Но есть люди, которые говорят, что они верующие Но многие люди могут говорить, что они верующие Но его жизнь показывает то, как наш пел в своей песне «Высоцкий» Ты был свинью, и ты ей остался» Но он цитировал Шаула, на самом деле Помните, откуда? Шаул говорил похожим образом Потому что написано, что вымытая свинья идет валяться в грязи И поэтому нам нужно в своей вере показывать плоды И таким образом мы говорим «вот таким образом я верю» И здесь мы в шестой главе говорим об учении в погружении О крещении О крещении О крещении Что мы знаем о погружении? Что мы знаем? Это вопрос Что значит погружение? Что такое погружение? О'кей 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 Обновление По масонне О'кей Мы Как О'кей 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 Переводится как баптизу и поэтому отсюда идёт баптистское крещение и так далее. Но во что мы погружались и что мы знаем из Святых Писаний по этому поводу? Имя был Алмабет? Говорится о погружении в смерть. Что ещё? Руах Акодиш, Святого Духа. А что ещё? В Ешуа. 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 Мы слышали когда-то о погружении в Ешуа. В Ешуа. А что мы пришли? В Ешуа. И есть много разных поражений. И нам нужно сейчас делать немного порядок в наших голове. Во-первых, святые писания говорят о погружении в воду и погружении в цветов в огонь и погружении в огонь. Понимаете? Слушаем. И в Матфея написано, молития, будьте погружены в святого духа, в отца и в сына. И в деяниях написано, что они были грешены во имя Ишуа. Я хочу из всего списка сделать небольшой порядок и немножко сказать о чем здесь написано. Если мы открываем святые писания с самого начала и так нам, евреям, стоит это делать, потому что все начинают читать сначала. Поэтому в начале погружения в воду были связаны с опчещением. И когда земля наполнилась злом, как написано? Хамас, в еврейском языке, это не оригинальный маршал в Азе, но они также имеют подобное. На еврейском языке Хамас это не организация, которая правит в секторе Азе, хотя они то же самое. Но это не оригинальный маршал в Азе. Но это не о них. Но я не про них говорю. Но про них тоже. Но не важно. Хамас в шахте Анахи – это киркуль пневмени. Хамас на еврейском языке Танаха – это внутренняя испорченность, и написано, что земля наполнилась злом. Поэтому Господь очистил землю. Кто-то помнит как? Мабуль. Потом. И потом мы с того времени читаем, что когда человек чувствует на себе какую-то испорченность. И с того времени образовалось слово нечистота. Тогда он проходит очищение миквы, водное погружение. Это связано с женщинами и с мужчинами. Но также в Танахе есть рассказы про другого. Вы помните, что в храме, до того, как Коэн, священник, вставал на свое служение, ему нужно было погрузиться в воду. И там оно не совсем связано с женщинами очищениями. Там была подготовка к чему-то другому в твоем жизни. И мы помним, что священники служили в храме по сменам. И смена была, например, один месяц или другие разные... Потом он зашел в воду и потом зашел на свое служение. Но здесь не говорится о почищении. Потому что во время своего служения он делал несколько раз, десятки раз миквы. Но первое погружение в воду, оно было для того, чтобы его отделить на святое дело от остального мира, для того, чтобы осветить его для его служения. И кто знает значение слова святой? Отделенный. 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 То есть ты отделенный для кого-то. Есть еще одно объяснение. Кто еще проходил погружение в воду? Те, которые были вольны в прокаты. Прокаженные. Они тоже проходили погружение в воду, и для них это было отделение и очищение от большой чистоты. Но еще была одна. Был еще один вид. Бед адам, что он не был яхудист. Человек, который не был евреем. Вау! Я не хотел. Я не люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Такие люди, которые на какой-то этапе своей жизни чувствовали, что они хотят принадлежать Богу Израиля и народу Израиля, такие как Рут. И тогда они проходили погружение. И после этого погружения проходило что-то странное. Их ими напоминалось об их прошлом, что было до их погружения. Как будто они умерли. Как будто вся их прошлая жизнь не была. И только после того, как они встали с погружения водного, считают заново их жизнь. И я слышал такое. И я слышал такое. И с шнеа им, Ах ве охот. Была пара сестра и брат. И они евреи. И они евреи. И когда они хотели вместе пройти гьюст, эти времена. Настолько забыли их прошлое, что им даже можно было вступать в брак. То есть они родились заново, и они уже не брали сестра. Настолько, что прошлое. Конечно, никто такую глупость не делал. Но я хочу подчеркнуть этот момент. Что прошлое забыто. Что ты погрузился в воду, встал из нее, и все твое юридическое прошлое было забыто. И теперь ты принадлежишь народу Исраиля. И от сюда ты будешь двигаться вперед в служении Богу. Я дам вам несколько разъяснений о чем мы читаем в Святых Писаниях. А сейчас мы поговорим о погружении кодов. По Новому Совету. И, конечно, большой смысл – это принадлежность. Принадлежность к чему? И когда я слышу это слово «принадлежность», я помню другое слово. Брит-мила. Завет. Если мы обращаемся к книге Бития, и мы видим, что Бог говорит с Абрамом, Он говорит, ты сыны твои, вы будете проходить завет обрязания. И с момента обрязания вы будете принадлежать мне вовеки веков. Тот же самый смысл верующие внесли много лет тому назад в погружение крещения младенцев. Вы знаете, что существует много христианских динаминаций, которые крестят младенцев? В чем там смысл? Они сейчас не говорят, что они делают правильно или неправильно, я просто говорю о том, что есть такой факт. Но вы знаете, почему они были в стиле новорожденных? Кто-то знает? Кто-то знает? Не правда. Завет. Мы принадлежим эту шайху для тех, для тех, кто занимает Иисусуа, чтобы они принадлежали общине верующих в Иисусуа. То же самое, когда рождается еврейский мальчик, и на восьмой день ему делают обрязание. В чем здесь смысл? Он становится принадлежным, народу Израиле. Почему? Почему? Почему нужно принадлежать народу Израиле? Кто-то знает? Почему? 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 Зачем? Вы так делены для Бога? Брит. Брит. Брит мила. Когда мальчик проходит обрязание, Он заходит в это движение обетов и благословений, принадлежащих народу Израиля. Если вы помните, что написано в Ефесянах, Шаул говорит народам, Те, которые пришли к двери. Он говорит, И до того, как вы познали Шуа, вы были чужды завета победования. То есть, когда мальчик рождается в еврейской семье, ему делают обрязание. Он заходит в завет с Богом. И Бог говорит, что то, что я обещал Абраму, это относится и к тебе. Но этот ребенок что-то сделал как Абрам, а ничего. Неважно. Из-за того, что ты прошел Абрам, ты принадлежишь. Теперь ты вырастешь. И поймешь, что тебе сделали. И тогда ты будешь обязаться. Что сделали мои родители, мне важно. И я принадлежу Богу. И всем сердцем я хочу служить ему. Возможно, вы не знаете, но в церквях, в таких ортодоксальных, исторических, крестили маленьких детей с такой же мыслью, что когда ребенка крестили, то он должен был принадлежать всем хорошим обетованиям, которые есть еще в Маше. Но когда он вырастет, он поймет, то, что мне сделает, мне это нравится, я буду идти по этому пути. Я не говорю о том, что правильно и что неправильно. Я хочу подчеркнуть слово принадлежность. Погружение в воду, то, что делали верующие, в Новом Завете, связано с принадлежностью. Они имеются в Ленецах, в Шаях, для Киилата Машия. С того момента, и на веке веков, я принадлежу общине Машия. Когда ты уверен это, с провозглашением, что ты понимаешь, что ты научился чему-то, ты принял решение, тогда ты заходишь. И тогда для тебя это становится чем-то очень значимым. И здесь я хочу пройти про разглашение и смысл погружения о том, о чем написано в Новом Завете. И вы сказали правильно, что первое значение погружения это погружение в смерть, но совсем тем, что мы принадлежим. Мы, как люди, можем заметить в себе много проблем. И иногда, как Шаур говорил, я не хочу делать неправильно, но я это делаю. Кто помнит, что кто может сказать про себя, что у тебя есть такое? Как будто ты пошел на разговор на один и сказал себе, я не смеха, а не рой видеть, все, 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 все. Вот это, это я говорить не буду. А не рой стиль, лебенадам, все, все, все. Я не буду напоминать человеку первое, второе, третье. Но после пяти минут разговора он тебя зажег, и все испортил. И потом говоришь, хотел так лучше, но получилось как всегда. Это зло, которое живет внутри нас. И хорошо работать над самодисциплиной. Но не всегда мы не преуспеваем. И вот Господь создал смысл принадлежности. И когда мы уверим, что мы принадлежим льешуа, мы спускаемся в воду вниз. И важно понимать каждому, что тот, кто проходил водное прогружение, и тот, кто нет, важно понимать. И когда ты прошел, то ты зашел в смерть. Когда ты берешь и спускаешь под воду, это злое начало, которое родители живет. Как будто ты погружаешься в смерть. И в римляне в 6 главе написано, что вы не знали, что вы не знали, что все вы погрузившиеся в смерть его погрузились. А потом Шаур продолжает говорить. И как вы погрузились с ним в смерть, так же вы встали с ним для новой жизни. Я хочу сказать, что все здесь, смысл в том, что нужно решить, принять и немножко мистики. Что значит мистика? Что-то, что Бог делает внутри нас. Когда мы проходим водное погружение, нужно нам все понять, но Он это делает. Если мы это делаем с верой и желанием, Ищу то, что написано в одном завете проводное погружение. Если вы откроете послание Марка, в Евангелии от Марка 16 главу, Ищу говорит так, в Евангелии от Марка 16 главу, в Евангелии от Марка 16 главу. Он говорит, он будет говорить новыми языками, молиться за больных, братья, змеи, ничего и не будет. Давайте мы прочитаем русского. Подумайте, о чем написано. И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие от всей твари. Ну, твари имеется в виду. Творение. Творение, не твари. Творение. И кто будет веровать и погружаться в воду, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверевших же будут сопровождаться и знамения, именемые будут сгонять в бес, будут говорить новыми языками, и что смертоносное выкрепит, не победит, там написано. Как понять спасение, о чем здесь говорится? Что вы думаете, о чем здесь говорится? Что значит спастись после водного погружения? Какие вы думаете? Кто здесь погружался в воду? Что это значит спастись? Жизнь вечная. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Ган Эдер. Я хочу исправить. Я хочу исправить. Я хочу исправить. Ган Эдер. Невозможно заработать. Ган Эдер. Илухим, нотер. Берахамаут. Рай, вечную жизнь, Бог дает нам по милости Своей. Рак Рахамаут. Только по милости Своей. Это началось еще со времен отца нашего Абраама. Он дает нам обетование вечной жизни только по милости Своей. Но про спасение, что здесь написано, и я прошу вас понять это, потому что это очень важно, что ты был во тьме, а теперь ты перешел в свет. был во грехе, а теперь ты спался от греха и хочет жить в жизни праведного. Здесь ничего не говорится про труды, про работу. Я иду за тобой, Господь наш. Спасите нас. И тогда я попаду в грехе. Потому что таким образом выражается столько много людей, которые погрузились в воду, но остались свиньями, которые меня были до погружения. И они не только кровь пролили, столько грехов совершили, что могут забыть во сне не видеть рай. И они могут миллионы раз сказать, я верующий, я погрузился в воду. Но погружение в воду на основе веры в Иешуа это что мы приняли решение что мне надоело надоело моей грешной жизни. И я хочу зайти в нормальное место, которое Бог выбрал для меня. Здесь я хочу подушевить вас. Если мы идем за ним на основе такой веры, тогда не переживайте вы за Царство Небесное. Бог сам позаботится об этом. Потому что столько раз написано в Святых Писаниях, то, что Он приготовил для нас, никакое воображение не может описать. И так хорошо. Но это не потому, что ты что-то для Него сделал, чтобы не гордился ни один человек. который скажет, что я Папа Римский, и другой скажет, что я Пастор, и я прихожу в такое место. и ты, и ты в Иешуа, и ты, и ты в Иешуа, и ты, и ты. Это кто? Есть такой шутка. что в Ган Эден, в Раю, мы мучим от Ацмам шеи. Один был Иезраильский водитель, а другой был очень известный Пастор. Азага, пастор умирле, Элогим, лама, Гу, нахад, шутка луэя маамин, ютэр кароб элеха Адонай, мемени. Пастор говорит, Господи, почему этот водитель просто, кто он такой, израильский водитель, сейчас в Раю, настолько близко к тебе, а я так далеко? Элогим умирло, а Бог тогда ему сказал, что эта дебата кулам яшну. Когда ты проповедовал, все спали. А когда он вил машину, все молились. Мы приходим туда, по благодати. Не по нашим делам. Но что мы делаем для Бога, это должна быть другая цель. И мотивация наших дел для Бога должна быть наша любовь к Нему. Когда у нас есть в нашем браке к супруге или супругу любовь, тогда мы пытаемся служить Ему. И все скажут, дай Бог, чтобы у нас так было. Но мы здесь читали про чудеса и знамения. Те, которые были погружены в воду, их соблются права в цель, чудеса и знамения. Это теория или практика? Может быть, это практика прошлого? Может быть, да. Не знаю. Но очень надеюсь, что нет. И моя молитва, что мы верующие в Ешуа увидели чудеса и знамения в нашей жизни. Но настоящие. Вы знаете, что такое ненастоящие чудеса и знамения? Кто знает? Есть столько много лжи. Я молился и все пришли к двери. Я молился и все встали и получились церения. Мы читаем про Ешуа и мы верим в это. И мы видели там и здесь. Но есть только много людей, которые играют с этой... Мне очень ненадоела эта игра. Но я верю в чудеса и знамения. Я верю в Бога, который исцеляет больных. И дает силу и ободрение и надежду. Сегодня во время молитвы здесь я не люблю плакать. Вдруг я начал плакать немного и почувствовал надежду. Я не знаю, как насчет вас. Мы нуждаемся в часах и знамениях на основе этого места писания. Нам они принадлежат. Мы продолжаем. Есть еще одно выражение. Написано, идите и проповедуйте Евангелие по всему миру, погружая их в Отца, Сына и Святого Духа. Как это понять? Мы знаем, что есть разные динаминации. И там людей крестят во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но если мы учим Святые Писания, в деяниях, тот, кого погружали в воду, погружали только во имя Ишуа. И возможно, есть ошибка. И возможно, есть ошибка. Возможно, есть непонимание. И правда, есть много хусора обвинений от того времени, от того времени, когда только произошло все, и до сегодняшнего дня. Но точно, в Святых Писаниях вода ассоциируется со смертью. А в Руах Отца и Дух Святой никогда не умирают. Тогда что значит погружение в воду? Как это понять? Я думаю, что этот вопрос несложный. Здесь говорится о нашей принадлежности. И здесь я уже объяснил. Когда мы говорим, я погружаю тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа, то стоит понять это так. Я сейчас провозглашаю на тебя власть нашего Небесного Отца, что ты с сего момента будешь принадлежать Ему. До сего момента ты был во тьме и ходил в грехе и не знал Его. Но теперь ты заходишь в зону Его принадлежности. И ты будешь принадлежать Ему, как Ешуа всегда принадлежит Ему. и Святой Дух продолжит делать в тебе ту же работа, как Он сделал Маших, тем, что Он воскресил Его измер. И то, что Маших обещал напомнить, что напомнит Дух Святой. Вы помните. Ешуа сказал, Ишуа сказал, Ишуа сказал, что много по немного Он делает свою работу. И иногда в сопровождении чудеса знамений, иногда через сложные дела, И там он проводит нас через падение, поднимает и ведет нас снова. Но все до той же цели. Чтобы какое-то учение было внутри нашего сердца. И чтобы мы стали похожими на Машиев. И чтобы ушли за Богом. И чтобы другие смотрели на тебя. И говорили, как тогда говорили Эбраму, Ицхаку, Илякову. Ты как Князь Божий посреди нас. Ты как Артил Господень посреди нас. Вы знаете, что когда Эбраму, Ицхаку, Илякову ходили по этой земле. Язычники, которые жили здесь, боялись их. Они видели славу Божию внутри них. И говорили, это человек как Князь Божий. Так написано. Калуют Эбраму, ты как Князь Божий посреди нас. То же самое говорили, Ицхаку. Баилал это бахуль Меаза, и он сказал, Ты как Князь Божий посреди нас. И Иакоб, это вообще произошло чудо. И Малах, Малах Исав, княрая, ты как Князь Божий, ты как Князь Божий. И нам нужно понять эту формулу, Отец иный Дух Святой, как принадлежность. И это небольшой момент, когда мы говорим про погружение водное. Погружение. Но про водное погружение мы говорили сегодня. Я хочу вернуться в город. Мы открываем себя, чтобы Бог разрушил нас желание грешить. Мы становимся принадлежными Ему. И мы становимся принадлежными всем обещанным чудесам и знамениям, дай Бог, чтобы они не произошли. Но намного важнее. Чтобы мы почетали от сада, как Иешуа почетал. Чтобы мы стали похожими на Иешуа в нашей жизни. Чтобы мы стали открытым Святым Духом. И чтобы Он нас учил. Внутренним учением. Я нашел сегодня свою пробоведь. Моя мера, что есть много мотивов. С тем, что есть много проповедников. Но нам, в конце концов, нам нужно научиться, как слушать нашего Бога. И Он готов. Потому что Он мой личный Бог. Неделю назад Женя говорил об этом. Что каждому человеку Он говорит, как его личный Бог. Это для нас. Пусть нам Господь поможет. Давайте поможем. Мы очень-очень хотим слышать твой голос. Мы очень-очень хотим быть похожими на Иешуа. Мы очень-очень хотим увидеть, что в этот период текущий год, как это было после 2000 года, что родители хотели увидеть Бен Хан. И мы в это время хотим, чтобы уже было так, как во время 2000 лет тому назад, когда многие бежали для того, чтобы познакомиться с тобой. Я молю тебе, Господь, чтобы ты использовал целый Машех в Израиле, как твоих свидетелей. Я молю за все течения, которые есть у нас здесь. Дай нам всем искать твоего лица. Дай нам всем желать идти за тобой. Помоги нам отец. Мы молимся, чтобы ты сохранил нашу страну в этой нелегкой времени. И дал, сверхъестественный страх нашим врагам. Мы молимся, чтобы ты благословил всех поддерживающих Израил во всем мире. Как написано в Святых Писаний. Чтобы вы видели разницу между уходящими за тобой и противящими сетебе. Я хочу завершить провозглашение в Сесаиле. Встань светись, потому что пришел свой свет. Потому что туман покроет землю. Но на табу посияет Господь. И таз тебе силу. Вашем Иешуа. Вашем Иешуа. Амин. Вашем Иешуа. Вашем Иешуа. Продолжение следует...